В чем заключается сила и могущество Российской Армии? Хорошее вооружение, патриотизм и хороший президент. А в чем хорошее вооружение? Это что именно? Новые технологии, скорее всего. И у нас старые все. Старые? Адмирал Кузнецов. Союза еще плавает. Я думаю, тогда больше всего в нашей государстве роль играет патриотизм. То есть люди, дух у нас, да? Да, сильный дух у нас. Не знаю, в силе духа. В людях, да? Да, именно в людях самих. Сильный духом. Да, так и есть. Сила и могущество Российской Армии я точно не могу сказать, потому что я не служил. Но мне кажется в том, что есть дух патриотизма в стране. То есть в людях, да? Да, конечно, в людях, не в технике. Техника у нас не очень, по-моему, если честно. А в людях, да, которые готовы встать и друг друга заступиться, когда надо. Вот. Правда, да? Вот так и есть. Да, у нас, как говорят, в драке не спасут, но войну выиграют. Я не могу ответить на этот вопрос. Есть у нее сила и могущество? Не знаю. Ну да или нет? Наверное, есть. Но неизвестно какой-то. Затрудняюсь ответить. Такой непростой вопрос. Даже варианты даже. Давайте варианты. В людях, в вооружении или в новых технологиях? В людях, наверное, скорее в менталитете, в их психологии, я так полагаю. То есть духом у нас только, да? Да, скорее всего, да, все-таки у нас. А остальное? Психологии, вооружение. Ну, в Америке, мне кажется, более у них серьезное вооружение. Все-таки они нас, если честно, они нас превосходят в этом. Ух ты! Сила и могущество. Можем варианты. Сила и могущество в количестве и в профессионализме. В профессионализме, да? То есть в людях? Конечно. Ну, люди без техники тоже, как применение профессионализма будет. Никак. То, что, может быть, называется патриотизм или там любовь к родине, вот только в этом. Потому что не в вооружении, я думаю, что мы слабее, не в количестве войск. Только вот в патриотизме, так называемом, больше ни в чем. Ну, естественно, в количестве человек в управлении, то есть в нашем министре обороны. Ну, естественно, в президенте Российской Федерации. А вот вооружение и новые технологии, это не имеет отношение к нашей? Конечно, имеют. Конечно, вот молодцы наши конструкторы. Поэтому, да. Чего они создали? Вертолета. Самолет. Какой? Ну, не знаю. Всякий самолет МиГ-29. Очень старый самолет. Его в СССР сделали. Да. Ну, и дальше технологии, которые после названия меняются цифры, как бы. Ну, нет же технологий, да, у нас? Почему есть? Скажите, как вы считаете, в чем заключается сила и могущество Российской Армии? Давайте не будем. Не знаю. Сложно сказать. Я думаю, это флот и технология. Три варианта. Люди, вооружение и новые технологии. Какой? Можно два варианта. Два варианта. Ну, я думаю, это технология и вооружение. А что у нас нового вооружения? У нас просто только шапки меняют вот с этой реформой вооруженных сил? Не только шапки. Ну, разные. Много чего меняют. Ну, к примеру, новое обновление танков выходит. К примеру, Т-90. Там разные модели. Много чего интересного там. Ну, и вооружение, как бы бронежилеты разные. И накидки там, я не знаю. Ребята, это слишком сложно. Я думал, вы шутите. Нет, ребят. Подождите, давайте подумаем. Подожди, подожди. Во всяком случае. Люди, вооружение и современные технологии. Есть два союзника, да? И флот. Соответственно, это полсоюзника. На самом деле... Российская Армия в том, что это половина союзника. Хорошо. Следующий вопрос. Подождите. Дайте мне ответить. Вот Российская Армия. Нет, пойдешь я отвечу. Хорошо, давай. Один умный человек сказал, что пока русский солдат верит в то, за что сражается, он непобедим. Вот я отвечу так. То есть духом, да? Пока он верит в правоту своего дела. Сейчас он верит? Вот вы у солдата и спросите. Вы считаете Россию свободной, сильной передовой державой, которую все боятся? Ну, не знаю, как бы это в настоящее время, но раньше это было так, то что, как бы, ну... Россия всегда считалась, по-моему, по моему мнению, то, что она была всегда сильной державой. Ну, а свободная-то это еще, но вряд ли. Не свободная? Ну, трудно. Вот я знаю. А передовая в чем? Не знаю. А кто нас боится? Ну, у кого страх есть, а и боятся. Да, в какой-то степени. А в чем вот сила ее? Сила у нас огромная территория, много, большое количество людей. В чем передовая? Вот это я не знаю. А могущество, да, вы еще спросили? Да. Ну, я думаю, так же идентично отвечу, наверное, в патриотизме. Боятся нас все, да? Конечно, нас должны бояться. Мы огромная страна с великим народом. А кто нас боится? Вот какие страны? Я думаю, Америка. Китай, который с нами дружит. Все-таки, я думаю, он нас боится. Все. Нет, я не считаю Россию сильной и передовой. Я считаю ее действительно могущественной страной с большим, огромным потенциалом, но которую, к сожалению, сейчас никто особо ни во что не ставит, потому что непонятно, что творится. Вот это мое мнение. Идиотский вопрос, так и отвечу. Вы себя считаете человеком, которого все боятся? Этот вопрос придумал поисковик, в смысле, вот этот опросник всероссийский. Я не понял, как он называется? Как он называется? Человека не надо бояться. Будьте профессионалы, будем разговаривать. И страну не надо бояться. Серьезно. Это плохие вопросы. Сильный, могучий, передовой. Передовой. Вряд ли. Ну, наверное, нет, наверное. Я так думаю, что все-таки Штаты, наверное, на первом месте стоят, Россия, наверное, на втором месте, которые... Ну, как-то Россия тоже влиятельная, наверное, на втором месте. Боится нас кто-нибудь? Конечно. Кто? Какие государства? Кроме Евросоюза и США все, я думаю. И Китая. Китай такое, сейчас поднимается. А все остальные боятся, да? Ну, да, китаец один. Я даже вот летом общался с одним китайцем, познакомился. Ну, просто гулял. И он говорит, что, как бы, какое отношение вот у вас к России? Он говорит, дружественное. Ну, спрашиваю, дружественное. Он говорит, что, как к соседу. Говорю, ну, это хорошее. А он говорит, как к соседу. Всех бояться не могу за всех сказать. А сильный, могучий, это практика показывает. Передовая у нас страна? Страна однозначно. А в чем вот она, передовая? Так вы же не спросили вас, в чем? В чем-то передовая наверняка. Сила отчасти, передовой. В чем? Мы и хотим это выяснить. Не знаю, трудно сказать. Индия тоже в чем-то передовая по-своему. Боится нас кто-нибудь, вот, другие страны, другие государства? Я думаю, что опасаются, да, конечно. А какие, вот, можете сказать? Ну, обладая ядерным оружием, мы можем запугать кого угодно. Там Америка, Китай боятся нас? Ну, так же опасаются, да, конечно. Союзников у нас нет, наверное, сейчас таких явных. Так мир быстро меняется, что может начаться все в любую минуту. Ну, да, вот война, там, как в 41-м, например, началась, или там? Которые боятся? Скорее всего, да. А кто боится ее? Страны Европы, Германия, США, думаю, остальные. Ну, скорее всего, да. А в чем вот ее сила? В чем она передовая? Ну, во-первых, как бы много с кем дружит, и все, кто вокруг, все боятся и все слушают. Вот и все. Наверное, да. Кто ее боится? Ну, вы же сами сказали, все.